Тяжело жить, когда тебе ничего не нравится. Я подумал, а пусть мне теперь все нравится. Я ломаю ногу. Оксана, как раз, меня убедила в том, что это нужно сделать. Песня Тома Йорка, который пробирает до мурашек. Очень серьезный разговор, я сейчас не готов на этот вопрос отвечать. 7,5 миллиардов людей на земле, у всех один хард в голове. Абсолютно. Софты разные, а хард-то один. Всем привет, это «Окна связи». Меня, как всегда, зовут Евгений Рыбов. И да, сегодня мы выходим не в стандартный, не в наш обычный день, но ради нашего сегодняшнего гостя можно было и подвинуться. Вообще у нас в гостях уже была его супруга, друзья, коллеги, актеры его театра и даже футболисты его любимой команды. А вот сегодня у нас в гостях, наконец, художественный руководитель Google-центра, актер, продюсер и много-много друга, Алексей Агранович. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте. Спасибо, что нашли время. Да, да. Ибо... Судя по уже перечисленным, я последнее звено вот этой пищевой цепочки. Ну, как бы... Кто последняя, не знаю, кто уже к вам придет. Максим Виторган. Мы решили как бы вот всю эту вот... Макс, да. Макс, да. Да, закрыть. А в последнее время вышло несколько сериалов с вашим участием, поэтому сегодня поговорим и про пингвинов мамы, про Бореньку, про чиновницу, про работу в театре, конечно, про много-многое другое. Ну, собственно, начнем вот с одной из примеров, где как раз супругой с Викторией играете. Это сериал «Чиновница». Для зрителей. Краткое содержание. Попробую описать, собственно, то, что вот мы нашли. Итак, на платформе «Кион» выходит сериал «Чиновница», героиня Виктория Лосоганова. Сотрудница регионального Минздрава отвечает за закупки медикаментов. У нее есть женатый любовник, по чьей просьбе она отдает заказы крупному бизнесмену. Вот он, собственно, сидит перед нами. И все идет отлично, пока она не узнает, что она беременна. Любовник ребенка не хочет, а еще не умирает мама, которая как раз принимала таблетки, которые выпускает этот самый бизнесмен. И, в общем, закручивается. Примерно, да? Ну, как-то да. Такая хитрая история сложная. Хитрая история, да. Ну, так, вот в вашем изложении достаточно хитрая, да. Ну, нет, слушайте, я не смотрел сериал. Я не смотрел, а снимались мы в нем, дай бог памяти, в прошлом, вот не, 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 то есть летом, сразу после пандемии, летом 20-го года, да. Мы его сняли, поэтому я так, вот сейчас, ну, так я сюжетную линию помню. Вот, а поскольку я со стороны своего персонажа знаю эту историю, вот, в моем представлении оно, все правильно, но, так сказать, там, чуть-чуть другая драма, да. Я так думаю, что вашего героя интересует чистая прибыль. Ну, так было написано в сценарии, нет? А то мы дальше пытались, вот, так сказать, актер же он адвокат своего героя. И, ну, тем не менее, ну, в общем, посмотрев вот то, что пока можно было посмотреть, я так понимаю, казалось бы, его выставляли, ну, он нехороший человек, да, там есть таблетки-пустышки, он дает взятки, он убирает людей, которые стоят у него на пути, но у нас не возникло ощущения, что, как бы, он главное зло, он как раз достаточно честный. Вы когда-нибудь видели главное зло вообще? На картинках, скорее, да. В босхах? Ну, да, вот этот чудесный. Знаете, нас окружают замечательные люди в основном, особенно если они с тобой здороваются и общаются с тобой. Да, многие вежливые очень. Да, вежливые, умные, вот, и в чем-то совершенно замечательные, вот. Да мы с вами примерно такие же, если разобраться. Поэтому, так сказать, что есть зло, что есть добро... Мне как раз в этом сценарии-то и не нравилась такая некоторая однозначность, что ли. Вот, и я даже, если честно, отказывался сначала в нем сниматься, вот. Но потом как-то Оксана как раз меня убедила в том, что это вот нужно сделать. И, в общем, я потратил какое-то количество усилий для того, чтобы его сделать живым, этого персонажа. Ну, вот, мне кажется, как раз эти усилия-то и не пропали, потому что нам показалось, что чиновники гораздо большее зло вот в данной картине. Потому что ваш персонаж достаточно честный, понятный, ну, в том мире, в котором он живет. Я чиновник в картине... Ну, в общем, что мы там будем сейчас, что большее, что меньшее зло. Смотрите, цитата, цитата. Смотрите, сейчас я вот скажу. Цитата прям вашего героя. «Если копнуть человеческую природу поглубже, то обязательно упрешься в расчет». Хорошее. Это говорит, собственно, вот Салов, да, ваш персонаж. Да? Согласны? Отчасти. Отчасти, отчасти нет. Но там можно же еще глубже копнуть. Он просто копает глубоко, но не очень. То есть под расчетом еще что-то можно найти? Конечно. Что? Страх. Ну, да, одна из базовых потребностей человека как раз, да? Вообще одна из движущих сил. Да. Вот. Страх, изумление еще есть такое вот тоже. Вот. Изумление первое с человеком происходит вообще, когда он появляется. И сразу становится страшно. Вот. А потом расчет. Понял. Еще одна цитата. Но это не касается 100% людей. Вот если бы мы сейчас... Ну, большинства, наверное, все-таки. Я не знаю. Какого-то количества, но, да. Потенциал и характер. Там я не буду точно цитаты приводить. Это, собственно, то, что ваш герой ценит в людях. Что вы цените в людях? Что для вас? Потенциал и характер? Да. Я не выписал точную цитату, но... Ну, потенциал. Ну, если расшифровывать, как для себя я себе расшифровывал, то это способности, талант и навык его совершенствовать, как бы прийти к своему таланту, на самом деле. Вот это и есть характер. А вы что цените в людях? Порядочность. Честность, в первую очередь, по отношению к самим себе. Чувство юмора. Щедрость. А люди часто честны? Вообще. А уж особенно по отношению к себе. Ну, это все просто сказать, все ли ласточки летят на юг. Как бы я не знаю, часто ли честны люди. Вопрос, часто ли человек ставит перед собой такую задачу. Быть честным. Вообще, да. А задумывается ли об этом человек, часто ли. Не думаю, что это относится к подавляющей части человечества. Это как раз, если вот чуть-чуть скакнуть дальше к Бореньке, там, примерно же, вот этот диалог как раз, да, между вашим персонажем и Максимом. Когда Максим, ну, как персонаж, говоришь, ну, вот надо быть честным, говорить, а... Ну, там, да, там... Ну, чуть-чуть по-другому, но... Да, я не честный, зато я счастливый. Нет, там как раз персонаж в Бореньке, как раз он, наверное, один из самых честных по отношению к самим себе. К себе совершенно точно. К маму себе, да. К себе точно. Ну, Борис Наумович, может, еще. Да, да. Ну, чуть позже об этом поговорим. Еще одна цитата, уже вот как раз, которую произносит героиня Виктория. «Был козел, стал молодец». Про Максима она, кстати, это как раз говорит. Ну, про персонажа. Про персонажа. Потому что за короткое время там вообще происходят дразительные перемены, я так понимаю, ее персонажа. В реальной жизни. Возможно такие трансформации? Или, как говорил доктор Хаус, люди не меняются? Люди меняются, так сказать. Вот вся жизнь, это как бы переход из одного состояния в другое. Поэтому, конечно, люди меняются, но так быстро я не видел. Никогда. Нет, ну, так сказать, человек может посидеть в одну секунду. Когда рядом с мальчиком упала плита. Ну, да, ну, так сказать, вот что-то, может, потрясение какое-то, что-то еще. Но мне кажется, что там драматургия не такого уровня, чтобы, так сказать, человек менялся моментально. Вот. Скорее, это расчет. Расчет. А такой вопрос. За последнее время, вот мы посчитали, вообще вышло почему-то огромное количество сериалов на различные темы, где главным героем является чиновник. Прямо Гоголем это сразу вспомнили. Они комедийные, детективные, драматические и так далее. Нет ощущения, если да, то почему? Потому что чиновник становится таким новым героем нашего времени. У нас эта тенденция с начала 2000-х годов, по-моему, называется о государствовании или о государствовании экономики и всего остального. Но государство сейчас играет ключевую роль в жизни каждого человека, живущего на территории Российской Федерации. Но неудивительно, что и количество главных героев, представляющих государство, на экране увеличивается. Раньше были в основном милиционеры, полицейские и врачи. Вот сейчас чиновники, ну... Даже заменяют и полицейские. Да, ну и потом, вы абсолютно правы, еще со времен Салтыкова, Щедреная, Николая Васильевича Гоголя. Вот есть какое-то ощущение, да, что... Да, да, да. И я, слушайте, Шинель, нос. Да, да, да. Мы что-то посчитали просто, да, как-то в последнее время. Ну, ну, действительно, но это как бы в некотором смысле отражение действительности. Хорошо это или плохо, я не знаю. Мне без... Просто действительно прям чиновник, но и герой нашего времени. Да, ну вот мне, например, довелось играть чиновника в, наверное, один раз в жизни, я сейчас, может, я что-то уже путаю, но, по-моему, один раз в жизни в... Нет, я играл еще... Ну, это не чиновник-судья, это было у Гриши Константинопольского в «Мертвых душах», но это такое. А вот в той же самой Оксаны Карас, кстати, в «Докторе Лизе» я играл, значит, чиновника, и это было... Мне было его интересно играть, я таких людей знаю примерно. Вот, это люди, которые, думаю, что сделали... Приносят больше пользы, чем вреда. Есть такие люди. Что уже неплохо. Да, 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 они встречаются. И среди чиновников тоже. А какие роли вообще чаще всего предлагают играть? Вот, скажем, по моим ощущениям, конечно, я не со всей фильмографии знаком, но отрицательных персонажей, по-моему, не доводилось, да, до «Чиновницы»? Или были? А «Чиновницы» не отрицательные? Ну, да, опять же... А, в «Чиновницы» отрицательные. Это я сейчас в «Доктор Лиз» не знаю. «Чиновницы» отрицательные. Это же первый, по-моему, да? Отрицательный? Или... Мы что-то так вот не превспомнили больше. Нет, что-то еще где-то я пугал какого-то, по-моему. Вот. Где-то было. Сейчас тоже, наверное, сходу не вспомню, но что-то, может быть, и было. Кого чаще предлагают играть вообще? Есть какие-то вот типажи, которые присылают сценарий уже, и это я уже играл десять раз? Нет, не буду, неинтересно. Ну, нет. Знаете, это же не важно, кого ты играешь. Проблема другая. В десяти случаях, в девяти случаях из десяти, когда тебе присылают сценарий, ну, в восьми хорошо. Вот. То есть полное ощущение, что ты этот сценарий уже читал, вот, и полное ощущение, что это вообще пишет один и тот же автор, и, более того, ты не вполне уверен, что он до сих пор жив, так сказать. Это какой-то уже такой, знаете, как волосы растут у трупа, так сказать, после смерти, автоматически как-то. Вот. Как что-то такое вот. А не, ну, было время, когда у меня в основном почему-то врачи были. Красиво. Врачи какие-то я начинал, совсем у меня был первый, один из самых-самых первых еще в мою, так сказать, студенческую почти молодость. Я с ней играл в эпизод у Егора Кончаловского с какой-то там был врач скорой помощи, который продавал главной героине шприц с чем-то, значит, из окна. Вот, кстати, было 30... А, я еще играл в 30-й, но в каком-то сериале «Таксист» был такой сериал. Я играл в одной из серий наркодилера такого, драгодилера районного такого, типа Матищинского какого-то. Вот. Да, ну вот врачей было. С врачами... В свете происходящего это очень-очень плохой человек. Ну, в те времена я тоже считал, что не очень. Тоже не очень. Вот. Ну да, ну ужасно чудовище, конечно. Вообще по старинке продавал. За кэш. Да. Вот. Нет, он, по-моему, за что-то даже другое. А что еще было? Ну, с врачами мы как-то закончили вот главным психологом Роскосмоса, значит, в частице Вселенной. А потом, я даже не знаю. Да нет, мы предлагают разное. Ну, вот от чиновницы скажешь, поначалу хотели отказаться, а потом все-таки... Почему? Ну, по ряду причин. Ну, во-первых, как бы чиновница, она шла... Вот, как бы съемки должны были начаться в апреле, по-моему, или даже в конце марта 20-го года, то есть сразу вот, ну, как бы в самом начале пандемии. Так как мы не знали, что будет пандемия, то индустрия готовила много-много разных проектов, у меня было много разных предложений, уже на что-то я подписался, что-то и так далее. И, в общем, мне действительно, так сказать, могу еще распределить, мне не очень нравился сценарий. Вот, может быть, не сценарий, а, может быть, персонаж вот такой какой-то своей однозначностью. И вот, тогда еще, кстати, в этом не участвовал, если я не ошибаюсь, Кион. Это был в чистом виде проект Первого канала. Вот. Ну, и как-то, в общем, я, так сказать, увиливал, если честно. Вот. А потом случился там было два проекта, на самом деле, которые вот так вот по-разному пандемия сыграла свою роль. Перед самой-самой пандемией еще мне, значит, вдруг позвонила Наташа Мещанинова и пригласила попробоваться в сериал, который впоследствии стал называться «Пингвины моей мамы». Да. А тогда он назывался «Быть юмористом», по-моему. «Пингвины моей мамы». Вот. А Наташа Мещанинова это вот для меня из тех режиссеров из той когорты, небольшой когорты режиссеров наших, моих ровесников и так далее, с которыми ты пойдешь сниматься, ну, я пойду сниматься, не читая сценарий даже. Вот. А Боря Хлебников, а он там продюсером был, Наташа Мещанинова и так далее. Ну, есть там ряд. И я так обрадовался, а как-то в последний момент позвали, уже видно были какие-то другие планы, но почему-то позвали. и вот все. И через два дня мне звонят, говорят, утвердили. Это происходит типа там 10 марта. 14 марта я ломаю ногу и понимаю, что пингвины, ну, то есть, не пингвины, тогда Наташа Мещанинова прощает, вообще все прощает на два месяца, включая там, у меня помимо съемок есть еще много разных ответственностей в жизни. И все понимают, что все. И еще через три дня весь мир ломает ногу. И как бы... Останавливается все, останавливается кинопроизводство, останавливаются пингвины. Вот. Нога срастается. К концу мая я уже более-менее хожу. Тут звонит Оксана Карац, говорит, слушай, мы все-таки вот сейчас вот первые из всех начинаем снимать. Ну, может, давай. А два месяца ничего не происходило и непонятно, что будет дальше. И, ну, поиздержались, естественно, все. Вот. Я уже дальше не перестал думать про сценарий. Скоро, конечно, давай. Конечно. А потом позвонил я Мещинину. И все как бы... А потом позвонил Гришка. И... Удивительное дело. Огромное количество гостей, которые сюда ко мне приходили, просто пели пандемии панегирики. Извините за эти два слова на букву П. Ну, слушайте, ну мы как бы... Прям удачно сложилось. Ну, да, но я не думаю, что мы в данном случае хорошая фокус-группа. Есть люди, которым тяжело пришлось. Очень. И психологически, и материально. У многих сгорели бизнесы, у многих... Ну, вы сами все знаете. Поэтому, так сказать, я тогда... У меня не было ни театра, ничего. Я, в общем... Ну, у меня есть маленькая компания, вот, которая, в общем, там, как-то пережила это. Мы даже смогли платить зарплаты несколько месяцев и так далее. Но она очень маленькая. Поэтому мы могли остановиться. И мы... Это не ресторан, не авиакомпания и так далее, не гостиница. Вот, поэтому мы-то чего? Ну, слава богу, вот, но есть много людей, которым не так хорошо было. Это правда. Вернемся к сериалу. Еще одну цитату я приведу. Опять же, вашего героя. По-настоящему свободен тот, кто может позволить себе не врать. Опять же, немножко вот добьем эту тему. Ну, мы с вами с этого начинали. Ну, собственно, вот. Тут я с ним согласен. Этот, да? Да. Да. Тут только вот важно понимать... Ну, это сейчас, наверное, пусть скорее привилегия уже. Да, но вы понимаете, какая штука? Вот ты говоришь, что-то формулируешь для себя, говоришь, ведь это может быть иллюзия, что ты себе не врешь. Ты, может быть, уверен, что ты себе не врешь. Вот. А рядом может быть человечек, который скажет «Айли, да?» А вот если это, с этой стороны посмотреть. Поэтому позволить себе не врать, это не только признавать, что ты сам себе говоришь правду, это еще некоторая способность быть по отношению к себе объективным. Это, на самом деле, единственный, как мне кажется, объект, по отношению к которому человек может быть максимально приближен к объективности, это ты сам. про все остальное судить человек может только субъективно. Ну, собственно, если верить психологам, мы сами даже про себя ничего не знаем, потому что есть несколько этих «я», и мы понятия не имеем. Психологам я не верю. Да? Да. Вообще? Нет, я верю, конечно. Но не верю. Применительно к себе нет. Хорошо. А немножко еще чуть-чуть про злодеев мы сейчас поговорим. Собственно, то, что я сказал, не такой уж и злодей ваш персонаж. Вот сейчас я вам несколько приведу примеров настоящих злодеев предпринимателей, чтобы просто в сравнении было понятно, насколько наши злодеи вообще не злодеи даже. Вот смотрите, пара примеров буквально. Это реальные новости. Мы нашли. Вот что такое злодей-предприниматель. Я считаю. Американский бизнесмен Оно точно злодей. Взял кредит на зарплату своим сотрудникам и на все деньги 57 тысяч долларов купил карточку покемон. Понимаете? Злодей? Страшный. Страшный. Или, ну хотя... У нас на эти деньги злодеи завтракают. Понимаете? А он, что такое карточка покемона сегодня не очень представляет. К сотрудникам тоже есть вопрос. Наверняка было видно, что директор стран и так далее. Вот новость про злодеев директоров. Совершенно четкая. Это реальный соцопрос показал, что каждый шестой владелец бизнеса учитывает при наборе сотрудников знаки зодиака. Вот кто из них больше злодей? Второй, конечно. Второй. Конечно. Это же кто-то же... Футбольная вот эта вот тема сейчас... А в футболе тоже набирают? Да, это есть тренеры, да? А там и вот это... Ну, у нас же есть сейчас такой нарыв как бы на футбольном... на теле нашего футбола. Это самый любимый, значит, клуб странный московский «Спартак». Вот. И там вот это зарема, которая считается не то супругой, не то, значит, близкой к владельцу клуба Федуну. Вот что она, да, для нее очень важно было, чтобы футболист или там, значит, тренер был Овин. И чтобы в имени была буква Р обязательно. Вот. Ну, то есть это... Конечно-то, я думаю, что это все несколько утрировано, но, тем не менее, это такой мем. Поскольку я подписан на многие футбольные телеграм-каналы, я часто на это наталкиваюсь. Вот. С другой стороны, может, она права. Вот, я как раз хотел сказать, а кто знает, а правда? Да, да. Я не очень тоже к знакам Зодиака, но... Вот у меня вот уже жена Овина, и у нее в имени есть Р. И как? Как, и как у нее с футболом? Мы лидируем в себе. Да? Да, да, да. Ну, то есть работаем? Периодически играем в Лиге Чемпионов. Понимаете? Боренька. Хочется про него... Тоже Р есть. И он... Вы как раз где-то весной начали съемки, где-то там как раз... Тоже... Нет, ребята, вроде говорили, что... Нет, съемки начали в июне. Ну, не важно. Сериал Бореньки чего-то нет. Первый сериал «Квартета И», который, собственно, вырос из одноименного спектакля. Опять же, краткое описание для тех, кто не видел пока ни одной серии. Режиссер, которого играет Максим Виторган, и удивительного зовут Максим в сериале. Ребята даже на не стали, конечно. Выдумываете. Ну, есть определенная такая... Ленивая. Снимает картину своей мечты. И вот, собственно, через это действие, через шапку так называемую, когда вся съемочная группа отмечает, нам раскрывают героев и их поступки, их тараканы, которые у них там в голове и так далее. Опять же, очень такое весьма условное описание. Герой Алексей. Кинооператор. Причем, значит, если все остальные герои в неком таком раздрае находятся, то, собственно, герой Алексея, в общем, я так понимаю... В гармонии с собой. Он уже в раздрае был и решил, что теперь... Теперь ему все нравится. Все хорошо, все нравится. Значит, прям, да, в свое время решил, что теперь ему будет все нравиться. Прямо это точная цитата. Ну да, что я жил, я понял, что я живу, мне ничего не нравится. То есть вообще ничего. А тяжело жить, когда тебе ничего не нравится. Я подумал, а пусть мне теперь все нравится. В принципе, то же самое, но только вот вы живете, вам ничего не нравится. Это прям... А я живу, и мне все нравится. Кому из нас легче? Именно. в реальной жизни такое вообще возможно? Вот так решить в одном моменте, и стало все хорошо и здорово? Или все-таки... Ну, да, конечно. Да, это дзен. Это приятель. Ну, просто слово нравится, не нравится, оно такое... Ну, принимать все, что вокруг тебя. Не пытаться изменить то, что ты не можешь изменить, а принимать в целом вселенную и мир окружающих тебя, и людей окружающих тебя. Это мудрость, по-моему. Ну, это очень большая мудрость, мне кажется, дойти до нее... Ну, то есть, дойти и услышать ее легко, а вот войти в нее... Да, вот это мне кажется. Да нет, ну, это все возможно, наверное. Все возможно. Конечно. А герой славы, который, собственно, играет Бореньку, в котором чего-то нет, если вдруг вы еще этого не поняли, потому что это там раскрывается чуть позже, для тех, кто спектакль не смотрит, ну, конечно. Он тоже говорит прекрасную цитату. Не ждите, что вам будет хорошо, и тогда будет как-то... Это примерно вот это же. Только она немножко со знаком минус. Ну, да. Ну, примерно вот такое же, да? Наверное, да. Не ждите, что будет хорошо и станет как-то полегче. Ну, наверное. Да, вообще, вот мой жизненный опыт показывает, что все самое интересное с тобой происходит в тот момент, когда ты либо это перестал ждать, либо даже никогда... Ну, то есть, или никогда не ждал. То есть, занижайте ожидания, и тогда будет все приятно, да? Не надо занижать, просто, ну, вот это просто наблюдение, что вот самые неожиданные вещи происходят, ну, то есть, они и есть неожиданные, да, неожиданности, они вот... А когда ты что-то ожидаешь, даже если это происходит, то ты так долго этого ждешь, что когда это происходит, ты это не можешь даже почувствовать. Ну, то есть, оно не так, как ты себе это представлял. А когда на тебя сваливается, то это вдруг бабах. Я так на некоторые фильмы хожу, кстати. Да? Да. Чем меньше ждешь, и прям выходит, хорошее кино. А когда идешь, конечно, с ожиданиями какие-то, актеры вроде хорошие, режиссеры. Но, с другой стороны, вы смотрите, весь 20-й век наша страна как раз жила вот некими... Зато внукам нашим будет хорошо, детям, где-то там. А сейчас, по-моему, я давно не слышал уже, что... Ну, зато будет в следующем году, хорошее. Ну, послушайте, это сейчас не только наша страна, это весь мир. Ну, я сейчас про весь мир не говорю, сейчас говорю про, так сказать, ту часть, которая считается наиболее, так сказать, цивилизованной. То, о чем мы хоть что-то слышим и видим, скажем. Ну, да. Про то, про что мы как-то понимаем. Вот. Потому что есть огромная часть мира, большая часть мира, население земного шара, про которое мы вообще ничего не понимаем. Да. И как там это все происходит. А если мы говорим вот про ту какую-то, так сказать, нам более-менее понятную, то у меня есть подозрение, что сейчас уже никто не думает про... Что детям, внукам будет хорошо, потому что совершенно непонятно, как им должно быть хорошо. Вот. И главное, им, правда, хорошо по-другому. Да, им уже, во-первых, им уже хорошо. Да. Вот. Гораздо лучше, чем нам. Вот. А во-вторых, непонятно, что нужно сделать, чтобы им стало еще лучше. Вот. Поэтому сейчас вообще вот этот... эстафетная палочка поколений... Не передать, да. Она, да, она стала какой-то невидимой вообще. Да. Еще такой вопрос. Значит, опять же, у героя Славы, как он опять же говорит, когда-то в детстве в характере убили дерзость. И поэтому, собственно, у него вот такая вот... Такая жизнь. Вот не решился стать там... Дерзновение, да. Да, дерзновение некого. А... И он говорит, что это его родители задушили. А вот есть две версии, что действительно могут эту дерзость задушить, а некоторые считают, что только человек сам решает, как бы убьют него эту дерзость или нет. И на самом деле родители не виноваты. И он сам в этом виноват. Вот вам как больше кажется? То есть как бы человек сам творит своей судьбы? Или да, действительно, если неправильные условия, неправильное окружение? Знаете, я сейчас выступлю со странным заявлением. Я считаю, что человек — это некий корпус, в котором заключена жизнь. Да, а вот что такое жизнь, ответ вопрос очень сложный, но это вот не вполне себе человек по форме. Это что-то. Вот в этот корпус что-то заложено. И в какую сторону это развивается, развиваются ли таланты, заложенные в человека или нет, это зависит от такого количества факторов. Тут и родители играют роль, и характер человека играет роль, и еще миллион разных факторов, которые мы с вами не можем учесть. Поэтому говорить, что да, родители, молитвы могут, конечно, так сказать, травмировать. Есть же, по-моему, фраза у нелюбимых психологов, что нет таких детей, которых не испортили бы родители. Да-да-да. Вот нет, это я все как раз... Есть какие-то отдельные случаи, когда родители действительно фактически уничтожают своих детей, их психику, так сказать, и лишают их воли, и чего бы то ни было. Ужасно. Вот. Но вообще, в целом, я уже это однажды говорил, повторю еще раз, что вот эти все детские травмы, и вообще все то, что сегодня как бы человеку помогает якобы исправить психотерапевт, вот, а на самом деле, по-моему, просто циклит человека на этом, и это такие фейковые победы. Вот. Но это мое личное мнение. Все то, что раньше, вот то, что сейчас называется травмами, в нашем поколении и во многих предыдущих называлось жизненным опытом. Вот. И этот жизненный опыт и формирует во многом и личность человека, и его, как бы, волю, характер, и поступки, и достижения, и все остальное. Вот. Выращивать человека в неких, так сказать, тепличных условиях, в стерильных, во-первых, в ближайшее время не представляется возможным, во-вторых, наверное, не нужно, потому что тогда мы все будем слишком похожи друг на друга. Как в некоторых утопиях. Ну да. Хотя там тоже было неплохо. У нас же с вами, у всех, вот, семь с половиной миллиардов людей на Земле, у всех один хард в голове. Абсолютно. Софты разные, а хард-то один. Вот эти софты и есть жизненный опыт. Чего мы туда подвесились, или нам подвесили, или случайно подвесилось. И вот тут как раз расслоение начинается. Кто себе может купить лицензионное, а кто нет. Нет, нет, у всех одинаковые. Ну, софты. А софты разные, да? Вот, вот, вот. А еще тогда вопрос туда же, примерно. Успех и счастье, тоже где-то в каком-то интервью вы назвали химерами. Цитата. Это материальные вещи, я не могу назвать их успехом, потому что к успеху нужно стремиться, а к этому стремиться точно не стоит, к материальным каким-то благам. к чему стоит стремиться? Не знаю, у меня есть какое-то... Ну, вы к чему стремитесь? Я не стремлюсь ни к чему, честно вам скажу. У меня есть, ну, скажем, некоторое количество ответственностей в жизни, которые... Я вообще всегда бежал от ответственности, вот от всякой ответственности, которая была мне в тягость. То есть, знаете, бывает, ты несешь за что-то ответственность, а не хочешь за это нести ответственность. Вот, я всегда бежал от этого, бежал довольно вероломно. Вот. Ну, вот там, к моему нынешнему возрасту, я обрел какое-то количество довольно большой ответственности, каждый из которых, в общем, я хочу нести. Я понимаю, зачем мне это нужно, мне это важно, интересно, и это связано с огромным количеством, как бы... Как сказать... Следствий из этой ответственности. В том числе и материально, безусловно. В том числе. Но сказать, что я к этому стремлюсь, нет. Ну, ты просто... Ты уже за что-то отвечаешь, ну, стремится ли пограничник, так сказать, или... так сказать, не пропустить через границу, там, или не пропустить гол вратарь, стремится ли он. Ну, просто его дело такое у него. Вот. А стремлюсь, если я стремлюсь, как всякий слабый человек, и у меня есть какие-то состояния мои психофизические, которые мне нравятся. Вот. Состояние, там, невесомости, когда ты лежишь в воде, на солнышке, или там состояние эйфории, когда ты общаешься с друзьями, выпив, так сказать, рюмочку другую, или радость, когда ты обнимаешь своего ребенка, или еще что-то. И тогда есть целый ряд каких-то простых вещей, которым, наверное, все равно подсознательно я стремлюсь, потому что... Ну, вот оно. ...я гидонист. Все. Вот, 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 вот и прекрасно. Кстати, одну, так понимаю, что среди всех прекрасных вещей естественно и семья. Да. Как раз пару вопросов на эту тему. Многие пары актерские как раз говорят специально, что стараются так выбирать проекты, чтобы графики не пересекались по разным причинам. У вас, я так понимаю, в последнее время как-то так, наоборот, получается, что вы все время вместе. Ну, не все время, но вот как минимум, да, два сериала. Сериала... Время от времени. Вот. Как, во-первых, получается? Кто дома, кто с детьми, если все на съемках, например? Кто как, что говорит? Ну, во-первых, дети всевозможные, как бы у нас с разных сторон много, вот, достаточно, они уже достаточно взрослые. Самый молодой из них, это вот наш с Викой общий сын Иван, ему 10 лет. Вот. Но этот человек, например, каждый день спрашивает, у меня папа что-то будешь на ужин. Он готовит сам. В 10 лет? Да, да, да. Вот у него началось вот так уже серьезно этим летом. У него есть меню там из 20 блюд. Он... В общем, таких непростых. И никто никогда в жизни его к этому не, так сказать, не подталкивал, не подсказывал. Он когда-то давно что-то стал говорить, что он будет или футболистом, или поваром. Но если откуда футболист растет, я еще понимаю, то вот откуда повар не вполне. Вот. Но тем не менее, значит, он в принципе может сам себя покормить. Сейчас это все вызвать продукты купить. У него есть приложение, так сказать, карточки привязаны. Все он, все это... Другой мир. Абсолютно другой мир. Да. Более того, он может погулять с собакой и так далее. Не, но, конечно, ему просто скучно и грустно одному бывает. Вот. Поэтому есть няня. Вот. Ну, и все-таки не все так драматично, что прям мы с Викой не бываем все время дома. Мы бываем, мы то по очереди, то вместе. Вот. Нет, конечно, не хватает времени такого, чтобы... полноценно. Что самое вкусное готовит сын? Какое-то прям коронное блюдо? Филе миньон. У него коронное блюдо, филе миньон. Да. Это фантастика. я не приготовлю. Десять лет. Нет, нет, более того, я могу назвать ряд ресторанов из лучших в Москве. Мы это блюдо пробовали. У него самое вкусное. Это я сейчас не потому, что это мой сын. Вот. Потом он какое-то блюдо недавно приготовил из лосося с рисом. Я даже не знаю, откуда он его взял. Ну, ты себя догадываешь, там вот в одной из соцсетей, в которой движешься картинки. Есть соцсети. Не статичные? Да, есть соцсети. Статичные иногда движешься. А там только движешься. Это новое слово. Да, да, да. Вот. Немножко как бы она еще ассоциируется с часовым механизмом. Вот. И вот в этой соцсети там есть какие-то люди вот с опытом, которые рассказывают, как готовить. Да. И вот он там выбрал себе каких-то и с ними находится в довольно близких каких-то сношениях, так сказать, слушает их внимательно, оценивает. Ну, то есть, это работает, значит, тоже все кричат. Да, еще бы. Запретить, закрыть, чему это все может учить наших детей. Вот. Как это может не работать? Если советское телевидение не работало, как же может это не работать? Это работает 24 часа в сутки. Поток информационный, так сказать, в порядке больше. Ну, потому что там не только мусор там все-таки. Конечно, нет. Не бывает такого, чтобы только мусор. Это все заблуждение стариков. Да, да, да. Вот моя первая соцсеть. Да. Ну, у нас тоже поток. Так, хорошо. А, опять же, вопрос, вот, когда домой приходите после съемок с супругой, есть какой-то тумблер? Дома о работе говорите? Или, ну, то есть, вот происходит вот это все, работа закончилась, мы дома? Или 24 часа? Где это, у кого это была песня такая? Мы выросли в поле такого, она у Гребенщикова, да? Мы выросли в поле такого накала, где любое устройство сгорает, сгорает на раз. Вот, у нас с Викторией очень такое, мы постоянно находимся в поле высокого накала и на работе, и дома, вот, с большой амплитудой всего. Поэтому тумблер, тумблер выключается иногда, когда мы оказываемся где-то за пределами... В общем, где солнце поярче. Вот, да, да, да. Где-то, где... Да. Где спокойно. Понял. Пингвины моей мамы. И тоже сейчас, и тут опять же про отношения, тут и про семью, и про все остальное. В этом сериале вы играете героя, значит, в чьей жизни фартук, почему в буквальном смысле с надписью «Я босс носит жена». По сериалу решение принимается исключительно она. А, значит, опять же, по сюжету один сын родной, я насколько понимаю, да? Трое или четверо... Начало трое, потом четверо. Потом четверо детей приемных. Тот сын, который родной, начинает, идет, заниматься условно, вот, психотерапией в виде стендапа. Он начинает выплескивать все то, что у него накопилось. Он начинает жить в другом. У него появляется новый мир, в котором он себя чувствует свободно и содержательно. А в семье, я так понимаю, что вот и, собственно, ваш герой, муж и вот этот сын родной, они немножко ненужные оказались как-то так. Ну вот по первым сериям, по крайней мере, такое ощущение складывается. Не, ну муж там... Отдали на откуп жене все образы правления. Муж там нужен, потому что это часть механизма, просто без которого семья функционировать перестанет. Муж является основным источником дохода для этой семьи. Поэтому, нет, без него там не обходится. Другое дело, что как бы в судьбе этой семьи он принимает небольшое участие, она действительно в какой-то момент, так сказать, вдруг повернулась, повернулась, сделала такой поворот как бы во имя... во имя вот моей жены, как бы, да, хозяйки этой семьи, которая играет Саша Урсуляк. Ну да, такая, в общем, так бывает часто, когда женщина испытывает какие-то психологические проблемы и совершает психологические маневры, которые ей позволяют не быть с собой до конца честной и наоборот, так сказать, оставаться, как бы, сохранять в себе иллюзию полноценной жизни. И она за собой может утащить, так сказать, большое количество людей. И мой персонаж, чем мне он очень дорог в этом фильме, это, пожалуй, стал единственный случай, когда мне довелось сыграть вот персонажа, человека, героя, который не совершает никаких поступков, но при этом проживает какую-то жизнь. Вот. Это такая какая-то психологическая драма, в которую очень интересно просто мне как актеру играть. Я ни в коем случае не считаю, что я это сделал каким-то выдающимся образом или блестящий, но я бы с удовольствием попробовал еще раз. Вот. И да, и вот этот герой, который себя в некотором смысле приносит в жертву, наверное, уже тем обстоятельствам, в которых он оказался, тем людям, которых он все равно любит. А вот, ну что вот мы выделили в этом сериале, по первым сериям, такие рефлексирующие мужчины. А почему по первым? Уже давно лежит весь. Ну, мы не весь посмотрели. Ага. Уже не весь, конечно, да. Не весь. А кое-кто и весь, говорят мне. Ну да, у вас в команде есть, значит, хорошие, да. Есть люди, которые, да. Продвинутые люди, да, спасибо вам. Ну вот, я так понимаю, что там даже выселяют ребенка из комнаты, и он соглашается. То есть он как бы, вместо того, чтобы откровенно поговорить с женой, пойти наперекор, все принимает, совсем соглашается, да, то есть такой вот плывущий немножко по течению. Да, а дело в том, что там либо надо ломать, ломать ситуацию. Вот, во-первых, ты не понимаешь, что случится. Вся эта семья с большим количеством приемных детей выстроена на, вот как бы, фундаментом этого всего является вот это странное образование, в которое превратилась так сказать, моя жена по сериалу. И она живая, хорошая, ее жалко, так сказать, там есть какая-то патология, но если это сломать, то, во-первых, это все развалится, потому что выяснится, что все не совсем так, как, так сказать, мы представляли себя. И это, в первую очередь, это будет травмой как раз для этих ребят, которых мы взяли к себе жить. Вот. Хотя им как раз жить, пожалуй, что из всех героев этого сериала, ну, во всяком случае, которые имеют отношение к нашей семье, им-то как раз, наверное, они наименее страдающие, потому что они могли бы оказаться в гораздо большее, и были в гораздо более худшей ситуации. Вот. А вот почему мы взяли на себя такую ответственность, и почему это происходит за счет нашего родного сына, и за счет каких-то там наших судеб, и так далее. Ну, вот этот вопрос сложный, и повторяю, что я для себя решаю этот вопрос таким образом, что мой герой приносит себя в некотором смысле в жертву. А тоже это такая неточная цитата из одного из интервью с вами недавними, что сейчас очень много вот как раз таких здоровых, успешных, но убитых 50-летних мужчин. Уставших. Уставших, да. Но убитых, да, конечно, в этом смысле. Да. Откуда вообще эта вот проблема? Слушайте, я не знаю, это заметила ваша коллега с одного из телевизионных каналов. Да, да. Вот. Мне кажется, что такие тоже есть. Ну, просто, может быть, сейчас к 50 годам человек устает. У нас же нет опыта. Я ни разу не жил до 50 лет, в смысле. Во-первых, да. Во-первых, у нас нет личного опыта жизни до 50 лет, а в целом у человечества нет опыта жизни в таком плотном информационном как бы пространстве, да, и в таком... Мы сегодня с вами в силу ряда обстоятельств принимаем такое количество решений за единицу времени, которые ни наши родители, ни наши предки не принимали. Вот. Это, знаете, как вот разница между... Почему-то считается, что IQ хоккеистов выше, чем IQ футболистов. Есть такая. Да. Я как человек, играющий в хоккей... Да, а я как человек, играющий в футбол, не могу с вами согласиться. А я... Нет, я просто слышал об этом. Вот. Но, тем не менее, объясняется это как бы... Ну, как бы в этой гипотезе объясняется это тем, что количество решений, принимаемых за единицу времени хоккеистам... Больше, да. ...в порядке больше, чем футболистам. Хотя футбол становится все быстрее, сейчас все тоже плотно, но все равно интенсивность вот этих вот количеств принятия решений, баскетболистов то же самое. Вот человек сейчас принимает огромное количество решений. Точнее, не он, а мозг его, да. Более того, как мы знаем, это вообще долгий разговор, я про это могу долго разговаривать, мозг принимает решения задолго до того, как у человека возникает... Я знаю, о чем вы говорите, я читал эту чудесную книгу. ...иллюзия того, что он что-то решает. Но вот эта интенсивность, она, с одной стороны, развивает, безусловно, человека, и вообще мы выглядим лучше, чем наши, например, бабушки и дедушки в 50 лет, так сказать, уже мы вроде как форму сохраняем. Но некоторая усталость в глазах наблюдается порой, да. Ну, действительно, как бы разница между нашими прадедушками, дедушками, даже родителями, она гораздо меньше, чем вот то, что сейчас происходит. Ну, то есть мы первопроходцы, первооткрыватели? Мы, безусловно, нет. Честь нам их волна. Абсолютно точно. Я боюсь, что только мы не первооткрыватели, а мы скорее, так сказать, последние закрыватели, но это уже другой вопрос. Ну, хоть в чем-то мы первые. Да. Мы первые и последние. Мы можем же хоть в чем-то гордиться, а то, ну, правда, мы все вот тем, чем-то там... Первозакрыватели. Первозакрыватели. Да. Сейчас мы будем про театр разговаривать. В связи с этим запускаем наше стандартное еженедельное голосование. Вот что мы спросим у наших зрителей. Что, в первую очередь, влияет на ваш выбор, когда вы собираетесь пойти в театр? Вы выбираете актерский состав. Спасибо. А вы выбираете статус театра или вы выбираете на какую постановку, собственно, вы пойдете? Я бы добавил еще наличие QR-кода. Это может... Это перечеркивает все первые трипонии. Давайте еще представим, что он у вас есть. Хорошо. Как вы... Пишите, голосуйте, да. Статус, актеры, режиссеры... Да, актерский состав, статус театра или сам спектакль. Вот это мы спрашиваем у зрителей. Да. Вот, любопытно, что нам напишут, собственно, и про театр. Напишут ли вообще. Да. Таким образом мы выясняем, есть ли у нас зрители сейчас просто. Как минимум. Да. Вот. И маркетинговый ход. Ну, ты умный человек себе, конечно. Любопытно. Как бы... Арочка, Арочка. Значит, когда-то вы участвовали в программе «Улицы Гоголя», снимались в сериале «Мертвые души», теперь возглавляете «Гоголь-центр». Да. Да? Кстати, да. Какая кинематографичная. Ну, а... «Мертвые души», да, да. Да. Есть ощущение, что Николай Васильевич как-то там все время немножко рядом? Это ощущение у меня есть. на протяжении последних тридцати пяти. Вот. Николай Васильевич с нами. Достаточно. Я считаю, что «Роман «Мертвые души»» один из величайших романов. Поэм о жизни. О русском. О территории? О русском, да. О территории, о людях. Совершенно. Ну, то есть, я вот, например, небольшой поклонник пьесы «Ревизор», да, потому что она сатирична, по сути своей. Я, ну, так, сатира... Мне в этом смысле Салтыков-Щедрин кажется, так сказать, помощней. А вот «Мертвые души» это великая поэма абсолютно. И в ней есть вот этот элемент, мистический элемент, как бы совершенно инфернального чего-то, так сказать, в этой жизни, который выводит ее просто за скобки, так сказать, дурацкой, неудачной или какой-то сложной. Вот. А то, что «Гоголь-центр», да, это странно. Действительно, улица Гоголя была такая. Вообще, мы сами ее переименовали. Это же была франшиза немецкая, называлась эта «Шиллер-штрассе». Ну, про фактически. Вот. И мы искали, как бы, какой-то аналог, вот, и так как в Пушкинской площади это было назвать странно, или улица, мы решили, что назвать это улицей Гоголя. Да, очень вполне. Вот. Да, слушайте, ну, «Гоголь-центр». Вот, да. Да, театр. Ну, собственно, я-то тут у меня, вот, если говорить о психологических каких-то проблемах, которые есть у человека, вот, если говорить о моей, у меня есть такая проблема, точно, абсолютно. Она связана, в общем, отчасти и с актерской профессией, а вот с профессией художественного руководителя это развело во мне этот синдром. Есть, знаете, такой синдром самозванца. Самозванца, да. Вот. Конечно. И это мне прямо очень знакомо, потому что едва ли еще, даже, там, не знаю, год назад... Через три месяца год будет как раз, да? Ну, да, ну, не год, но полтора года назад уж точно, если бы мне кто-нибудь сказал когда-нибудь, что я буду художественным руководителем театра любого вообще. Я уж не говорю про то, что, там, три года, пять лет. Вот. Я бы с сомнением посмотрел на этого человека и вряд ли, так сказать, продолжил с ним периодическое общение. Но вот это абсолютно из разряда вот этих неожиданностей, когда ты к этому не стремишься, с тобой это происходит. И я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, есть. За этот год театр изменился и изменился ли? Может быть, все было поставлено? Ну, скажем так, для стороннего наблюдателя, для человека, который является его пользователем, клиентом нашего театра, нет, не изменился. Вот. Он не стал точно хуже. Ну, он и не стал лучше, но он как бы, в общем... С-стабильностью, что называется. Да, да, мы добились того, вот, так сказать, мы идем в ногу совершенно со страной. Но, нет, он, в общем, и не нуждался в каком-то, наверное, таком серьезном улучшении. Другое дело, что никогда нельзя поддерживать все на одном уровне, потому что обязательно этот уровень будет падать тогда. Вот. Тут, в общем, мы думаем о будущем. Цитата. Худрук не должен считать свой вкус определяющим при формировании репертуара. Да. А чей вкус тогда должен лежать в основе формирования репертуара? Не вкус. Вообще не вкус. Ага, не вкус. Вкус это наиболее субъективная такая вещь, которая... Ну, скажем так. Я вообще не люблю слово вкус. Да. Потому что вкус, это, во-первых, он сразу как-то вот... Говоришь, вот у него есть вкус, говорит какой-то человек, и вокруг него собирается еще там несколько тысяч людей, которым тоже кажется, что... У него есть. У вас хороший дизайн студии. Да. Вот. У них нет вкуса, говорит человек, вокруг него собирается еще несколько тысяч человек, которые считают, что это дизайн, так сказать, устаревший, и, в общем, уже давным-давно в Швейцарии, а в Скандинавии, в Шпатистовичной, вот эти возникают такие... Это чушь. Ну, для меня это ничего не определяет. Есть какой-то коллективный разум. Вот в моем случае, точно, абсолютно, для театра есть какой-то коллективный разум. Есть группа людей, с которыми... Мнению которых я доверяю, которые, например, не настаивают никогда на том, что, вот, как и я, я не считаю, что в театре должны идти все спектакли, которые лично мне нравятся. Вот. Да, я думаю про то, что в театре должны идти спектакли, которые поднимают те или иные темы, да. Уровень вообще разговора, как бы, интеллектуальный, ментальный, какой-то, так сказать, профессиональный, он должен быть высокий. Позиция художника совершенно может быть разная. Как бы, качество этого таланта может быть разное. жанрово, стилистически, как угодно, эстетически это может быть по-разному. Вот. Но... И повторяю, вот для меня театр, он должен быть очень разный. Вот. И я могу сказать, что Кирилл Семенович это удалось сделать. У него в нашем, теперь уже я могу говорить, театре, во-первых, ставил не только он, во-вторых, ставили люди, не всегда близкие его эстетике, его художественному языку. Вот. И ему всегда был интересен и остается интересен вот как бы человек, который пытается что-то сказать. Вот. Поэтому это не вкус. Это что-то другое. Запутал. Молодые, как раз вот о разнице поколений, молодые режиссеры сейчас, вот на вашем, по вашему ощущению, отличаются от своих уже теперь маститых коллег, но когда они были вот в этом молодом возрасте? Какая-то вот степень свободы, подход, взгляды? Ну, слушайте, да, конечно, они отличаются. Ну, конечно, ну, как сказать, есть масса разных факторов, которые невозглавливают там с момента, когда я родился, с момента окончания Великой Отечественной войны прошло 25 лет. Да, то есть мне там в мои 25 лет, а соответственно, в мои 20-45, да, вот память об этой, генетическая память, вообще вот общественная память об этом была одной. Вот сейчас прошло, соответственно, уже сколько, 85 лет, да, и в обществе этой памяти нет, и люди, да, в некотором смысле свободнее, в некотором смысле беззащитнее, в некотором смысле, так сказать, не помнят и не знают. Вот у нас было ощущение, что вот здесь самое страшное, это вот там, вот эта вот война, да, все остальное, с этим можно справиться. Вот, а чем дальше она, тем слабее о ней память, вот, ну, нам все время они напоминают, но не так, нам напоминают они все время как, так сказать, о торжестве силы и оружия, вот, и вот этом подвиге, так сказать, а на самом деле, ведь война, это то, что вот каждую секунду, страх, да, даже не за себя, а за своих родных, близких, когда каждую секунду ты сидишь и понимаешь, что там твой сын сейчас где-то, да, он воюет, и ты от него не получаешь месяцами писем, это твой сын, твоя дочь, да, твой муж, твоя жена, твои близкие, ты не знаешь, что с твоими родителями после того, как пролетел над их городом самолет, вот это из постоянного страха потери и смерти состоит война, из, как бы, подвиг-то в том, что, чтобы вернуть время, когда этого нет, да, вот, для чего это все делалось, вот, вот об этом мы во всем сейчас как-то об этом по-другому говорим, и люди об этом забывают тоже, ну, не забывают, это естественным образом, люди живут сейчас с одной стороны не пуганые, с другой стороны, да, менее защищенные, более свободные, это правда, более свободные, конечно, есть разница, это я вам сейчас один фактор только привел, а их миллион еще разных. Тогда, вот такое, как происходит, в принципе, вообще выбор режиссеров, с которыми театр работает, как составляется репертуар, на что, больше обращайте внимание, на что отталкиваетесь, баланс какой-то, классика, новички. Это очень серьезный разговор, я сейчас не готов на этот вопрос отвечать, тем более, что у меня нет системных ответов на ряд этих вопросов. Хорошо, да, тогда проще, тогда проще. У, прекрасные молодые артисты, тоже бывают здесь в гостях, они очень активно участвуют в разных шоу, там, в клипах снимаются, и так далее. Вы как, ну, условно, некий классный руководитель, там, как-то следите за соцсетями своих учеников, вот это, а можно, это нельзя, не порочь лицо театра, туда не ходи, это не делай. Ну, на кого-то подписан, конечно, а я вам должен сказать, что некоторые из них, это не я их классный руководитель, а некоторые, я у некоторых из них учился, в общем, современному театру, и я пришел в 45 лет, в 44 года, играть в Гоголь-центр, спустя 20 лет после того, как я последний раз выходил на какую-либо сцену в качестве драматического артиста. И вот эти молодые, как вы говорите, значит, молодежь, которая снимается в клипах, это все довольно серьезные и большие артисты. Это и Филипп Авдеев, и Никита Кукушкин, и Саша Горчилин, и Женя Сангаджиев, и Семен Штейнберг, и еще могу, я просто сейчас всех не буду перечислять, в этом смысле у нас очень сильная труппа, поэтому я им не классный руководитель, я им друг и товарищ, у меня есть некоторые аспекты в жизни, в которых у меня больше опыта, и если он может понадобиться, они ко мне придут, а зачем-то я к ним хожу. Я на чьи-то соцсети подписан, ограничивать человека в его творчестве и прочем никогда не стану. Бывают, конечно, можно спрогнозировать какие-то ситуации, сложные, связанные с теми или иными проявлениями гражданских позиций, но вряд ли нам сейчас об этом стоит говорить. Хорошо. Тогда, мне подсказывают уже, есть у нас результаты нашего опроса, сейчас мы узнаем, сколько человек, от чего. Так, статус театра выбирают при походе в театр 27%. Сама постановка интересует 33% зрителей, а 40% зрителей в первую очередь смотрят, кто играет на сцене, на актеров. Вот так выбирают, оказывается, сейчас походы в театр. И сейчас короткий. Это очень много говорит о возрасте, возрастном, возрастной, возрастной, как бы, нашей аудитории, да. потому что вот у нас есть немножко другие цифры. Какие у вас? У нас, вот применительно к нашему театру, статус театра на первом месте, на втором месте материал, на третьем месте актеры. Прямо все наоборот. Ну, материалы актеров очень близко. Масса еще вопросов. Прямо такой блиц, вот то, что прислали, зрители просили спрашивать, я прям не буду ничего от себя добавлять. Коротко. Песня Тома Йорка, которая пробирает до мурашек. Это у вас редакторы готовились. Да. Это же любимый. Ой, да, это мой любимый, да, музыкант, англоязычный, радио хэд, и Том Йорк. Слушайте, ну это сейчас я могу много назвать, но How to Disappear Completely, есть такая песня замечательная, Wolf at the Door, есть прекрасная песня. Господи, с его сольного альбома у него пись, сейчас это мне надо просто уже заскок. с десяток наберется. Назовите любимую книгу, да, это вот сюда. С десяток наберется. А фильм Квентина Тарантино, который... Я бы только еще все-таки поставил бы рядом с Томом Йорком еще одного музыканта, который для меня в моей жизни сыграл тоже очень большую роль. Это Леонид Федоров. Это группа Аукцион, и не только как бы группа, и все, что связано с его творчеством. Это мой очень дорогой мне друг, но прежде всего он стал для меня одним из самых главных современных музыкантов, во всяком случае, на территории нашей работающих. фильм Квентина Тарантино, который пересматривали бесконечное количество раз, и чему бы вы хотели научиться у Тарантина? Ну, фильм, естественно, «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы». Чему бы я у него хотел научиться? Ой, всему. Всему. И легкости, и структурности мышления, способу рассказа истории. У него есть… Ну, «Криминальное чтиво» для меня в этом смысле просто икона, да, как можно рассказать одну историю с… Таким образом. Ну да, но это как бы Рассимон в одной, в некотором смысле, да. Да, конечно. Вот, но, да, с такой иронией, с такой абсолютно чеховской какой-то легкостью иронией. Я считаю, что на самом деле вот фильм Квентина Тарантина «Криминальное чтиво» по своему языку, вот по как бы грани между трагедией и комедией очень близок к вот Антону Павловичу, мне кажется. Так. Отличный вопрос. Кого не хватает «Локомотива», чтобы стать чемпионом? Времени, терпения, не менять каждые два года коней на переправе, системного подхода, вот, он как бы, то, что его не хватает, он каждый раз вроде есть, вот, но потом он как-то оп, а все, давайте все заново, теперь все эти пошли в одно место, эти в другое, сейчас теперь мы все будем делать. Вот сейчас делают люди, до этого делал замечательный, на мой взгляд, и совершенно несправедливо забаненный болельщик Василия Александровича Кнадзе, мой хороший друг, вот, у которого была очень искренняя, честная любовь к этой работе и так далее, ну, вот, как-то не сложилось. Сейчас новые люди, хорошие, мне кажется, очень амбициозные, с интересным подходом, но время, дайте время и не душите, вот, это, кстати, в первую очередь относится вот к внешнему миру, потому что люди так нетерпеливы, сейчас еще очень быстро все стало. Петр Мамонов, мой вот еще один человек, которого я очень глубоко уважал и люблю его, вообще любил царство ему небесное, вот он в одном из своих шоу каких-то на телевидении, еще на ТВ-6, я помню, что-то он вдруг пришел туда, но это еще было до его полного отшельничества, вот, и он как-то рассказывал про то, что вот это, там было так, так здесь, говорит, а сейчас, говорит, сейчас как, сейчас же люди как, они говорят, все и сразу, все и сразу ему давали, вот это вот все и сразу, не бывает так, не бывает, ребята, поэтому потерпите, относитесь с любовью, у вас, как бы вот дети у вас растут, он же у вас не сразу вырастает, так сказать, это процесс, и коленки бьет, и расстраивает, и деньги тырит, так сказать, из кошельков, хорошо, да не важно, как бы, ну все бывает, вот, но если вы будете любить, так сказать, да, он вырастет, вот то же самое с локомотивом, хороший, вот дальше вопрос, сериал, который вам понравился, но про него мало кто слышал, что-то вот, ну то, что не у всех на слуху, а вот, свое, ну я не знаю, у кого у всех, а сериал, который мне вот правда очень сильно понравился за последнее время, сильнее всего, я сейчас ни в коем случае не буду, я не могу говорить про сериалов, в которых я снимался, да, мы их выводим за скобки вообще, это первый сезон сериала «Острые козырьки», вот, это тоже не то, что прямо шибко свежие вещи, я так думаю, что это год 15-й, да, где-то там, вот, может чуть попозже, 15-й, не знаю, нет, нам попозже все-таки, а может и нет, вот, это вот очень сильное произведение, которое я в прошлом году, болею одной известной болезнью, модной, вот, модной, страшно называть, но такой, да, вот смотрел и приходил в восторг от того, как это сделано. Это хорошая вещь. Да. А, обратный вопрос, сериал, который всем нравится, а вам не зашел. Есть такое? Вот переоцененный, так сказать. Всем нравится, а мне не зашел. Ну, конечно, на ум, кроме «Кальмара», почему-то вообще ничего не приходит, да? «Кальмара» я смотрел, не всего, нет, там я не могу сказать, что он не зашел, это серьезное произведение, а там можно, есть о чем разговаривать, оно серьезное. А так вот, чтобы всем нравилось, а мне не зашел. Ну, знаете, может быть, вот, может быть, но это опять в нашей кругу, я не уверен, что он всем нравится, я не испытывал такого восторга, как бы от сериала «Чики», например, как воспитывали многие. Он хороший, но такого, как бы, восторга, я, может, не испытывал, да. Вы много путешествуете по России, по работе, какие три места должен посетить каждый? Сахалин. Так. Остров. Город Калининград. Так. Все непременнейшим образом. Вот. Ну, Санкт-Петербург, понятно, в Санкт-Петербурге все были, почти, я думаю. Вот. А про остальные места нет. Очень много мест, которые я люблю. Вот сейчас у нас какие-то отношения развиваются с таким городом Северным Архангельск, например. Вот. Но я с ним только знакомлюсь, я еще как-то в него вот попытаюсь как-то понять, что это так за место. Очень интересно, что еще. Нет, ну вот. Да, вполне. Безусловно, первые два места это Сахалин и Калининград. А вот и возьму на вооружение. Да. Развивает же внутренний туризм. Восток, запад. Да, прям вот. У нас там два фестиваля. Как фестиваль? Фестиваль. Край света восток, Край света запад. И мы где-то здесь. Все, к сожалению, закончилось. Закончились вопросы? Не, вопросов еще масса, но мне говорят, вы же все. А еще вода и смотрите. Вода не закончилась, вопросы не закончились. Время, к сожалению, закончилось. Спасибо вам огромное. Спасибо. Алексей Градзеевич был у нас в гостях. В случае, могу я пригласить в театр к нам? Во все камеры просто. Пожалуйста. Дорогие друзья, если вы бывали в гугл-центре, то я просто хочу вам напомнить про то, что мы существуем еще. Вот. У нас не так просто купить билеты, но сейчас из-за того, что вот с QR-кодами и так далее, билеты, раньше, так сказать, они исчезали там за несколько дней вперед на месяц. Сейчас они еще пока есть, в небольшом количестве, но есть. Вот. И те, кто никогда не был, вас приглашаю. Приходите, пожалуйста, потому что мне кажется, что если вы не побываете хотя бы один раз в жизни в гугл-центре, то у вас нет оснований говорить, что вы вполне знаете, что такое современный театр. Восьмого, девятого «Обыкновенная история» я играю. И в конце декабря «Маленькие трагедии» тоже я играю. А еще есть ряд спектаклей, в которых я не играю, на которые нужно идти в первую очередь. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. В следующий раз в гости ждем, собственно, Максима Виторгана. С нетерпением. Еще раз спасибо огромное. Макс, нагрел тебе место. Да. Спасибо. Все. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.